Привет, ребята! Меня зовут Рисман. Сегодня мы с вами продолжаем играть в Майнкрафт. В этом видео мы с вами попробуем поиграть в Майнкрафт 1.16 за паука. Как видите, я уже стал паучком и бегаю тут по миру Майнкрафта. Также у меня есть возможности, ребята, которые есть у обычного паука. Это карабкаться по стенам. Посмотрите, как это выглядит. Я могу просто паркурить вот так по стенам. И что ты мне за это сделаешь? А вот что ты мне за это сделаешь? Так, могу лазить, лазить и лазить. Ну а мы с вами будем попытаться играть в Майнкрафт вот за паучка. Также у меня есть постоянный режим ночного зрения. Потому что, ну, пауки это все-таки ночные создания в Майнкрафте. Как-никак, они в темноте должны тоже видеть хорошо. Ага, так, что у нас тут есть? У нас тут есть пару деревень, которые бы нам не мешало ограбить. Также тут у нас есть пещеры, в которые бы я поселился. Потому что они выглядят на самом деле реально как пещера пауков. Посмотрите, их тут очень много и в них реально можно поселиться. Что ж, давайте попробуем забраться в какой-нибудь дом. Только я надеюсь, что мы с вами не встретим железного голема. Потому что он может меня атаковать. Так как я все-таки паук, а пауков они атакуют. Так, что у нас тут? У нас тут сундуков нету. Кстати, также я не могу пролазить в дверь. Потому что дверь шириной в один блок. А я-то паук и пауки-то шириной в два блока. Так что нам придется просто-напросто ломать. Вот так вот ломаем. Смотрите, оба. И пролез. В высоту в один блок я могу пролазить. Так, тут у нас всякая ерунда лежала. Тут только была еда, к сожалению. Я думал, что это будет... Так, друг. Друг. О, смотрите, он меня не трогает. Классно. Он меня не трогает. Это очень хорошо. Надеюсь, он меня не будет трогать даже, когда я дома ломаю жителям. А, так, я сломал дом жителям. Э-э-э. Я застрял. Я застрял. О-о-о-о. Все зашибись. Что у нас тут? У нас тут стол вот этого чувака, который стрелы делает и луки. И больше, в принципе, ничего. Может быть, у вас есть какой-нибудь сундучок. У вас тоже, друзья, сундука нету. Пойдем еще по каким-нибудь домам. Кстати, другие мобы. Давайте посмотрим, агрессируют ли на нас другие мобы. Смотрите, вот он. Он никак не агрессирует. Потому что я его братишка. Я вместе с ним так же, так же, так же. О, кстати, вот так вот можно делать. Так, это обычный житель лежит. Я думал, это зомби-житель. А у него просто одежда такая. Так, сейчас мы сломаем. Сломаем. Оп. Оп. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, главное, сундук я успел открыть и забрать всю еду оттуда. Кстати, да, паук. Я хоть и паук, павук, но питаюсь обычной, обычной человеческой едой, скажем так. Так, тут как раз две двери для паучка приготовили. Мы сами здесь, в общем-то, в деревне подобывали много еды. И можно отправляться дальше. Давайте попробуем сожрать свинью. Мне прям очень интересно, получится ли у меня сожрать свинью. Так что я буду питаться обычными мобами и... Ну, если был бы Стив, я бы на Стива агрессировал. Но Стива нету, поэтому мне придется вот с обычными мобами сражаться. Ага, так, я подобывал еды. Я тут увидел своего брата. Привет, брат. Здорово. Смотрите, тоже не агрессируют на меня. Вот если было бы еще круто, если бы я был скелетом-наездником. Вот это зашибись. Так, кто это у нас? Это у нас тут ведьма. Смотрите, никто из этих злых мобов меня не атакует, потому что я тоже плохой моб. Смотрите, я паучок. Ага, так, что у нас есть еще? Я тут видел еще неподалеку вторую деревню. Вот она, вторая деревня. Нифига себе, тут здесь даже две деревни. О, кто это был? Что это было сейчас? Это курица была, что ли? Хорошо, курицу мы сожрем. Мы сожрем курицу. Так, и попробуем, попробуем. Ой, блин, да, пауки все-таки получают урон от падения. Это на самом деле не прикольно. Было бы круто, если бы не получали урон от падения. Ладно, мы с вами сейчас поплывем, посмотрим, как плавают пауки. Смотрите, я не то что плаваю, я по дну иду. Просто паук, который ходит по дну. Вообще есть морские пауки на самом деле. Они даже, по-моему, есть ядовитые какие-то суперские. Но, короче, такие-таки бывают. Но не в Майнкрафте. Я когда первый раз играл в Майнкрафт в своей жизни, я увидел спрутов и подумал, что это морские пауки. И боялся к ним подойти. Поэтому я от спрутов всегда держался подальше. А потом мне объяснили, что они нифига не злые и ничего тебе не сделают. И тогда я уже такой, о, зашибись, и полез их гасить в надежде получить с них черный краситель. Так, друг, ты на меня тоже не злой? Смотрите, это тоже на меня не злой. Привет, 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 привет. И мы просто убежим, убежим, убежим. Так, что у нас тут? У нас тут тоже ничего. Я пооткрывал, блин, жителям двери. И теперь их могут сожрать зомби. Но мне плевать. Мне вообще плевать, потому что я всего лишь паукан. На-на-на-на-на-на-на. Так, о, сундук, сундук. Оба, в сундуке мы нашли карты. Ну, карты нам не особо нужны, на самом деле. Потому что, ну, как бы, зачем мне за территорию? Я паук, я живу по инстинктам. У меня нету никаких особо других целей. Мне нужно, кстати, дом построить. Поэтому мы с вами сейчас добудем немножечко дерева. Кстати, дерево можно добыть прямо с деревни жителей. Это, это, это самое, это... О, тут просто дерево растет. Зачем ломать дома, если просто растет дерево? Не будем подсирать жителям. Просто сломаем дерево и отправимся туда, откуда мы с вами пришли. И там, потому что я видел пещерки, и мы сможем там где-нибудь построить себе жилище. Либо отправимся в джунгли, которые тут тоже неподалеку, и сможем построить себе жилище. Плюс быть пауком в Майнкрафте, это то, что ты можешь жить как ночью, так и днем. Например, если бы я играл за зомби, мне бы к рассвету надо было уже искать себе жилище. Иначе бы меня просто-напросто спалило бы солнце. А вот когда ты паук, тебе абсолютно на это плевать. Вот я, кстати, вижу джунгли, я прям туда хочу забежать, и там реально где-нибудь на дереве сделать себе гнездышко. Паучье гнездышко, так сказать. Так, мы с вами практически добежали до этих самых джунглей. Да, я вот говорил то, что, например, зомби, скелеты и прочие мобы, которые, ну, негативные, ну, короче, плохие, враждебные мобы, они горят на солнце. Например, вот, ну, Эндермен, кстати, не горит. Но Эндермен у нас такой, он нейтральный, он первый на вас не нападет никогда. Смотрите, можно вот так вот сбираться по дереву джунглей. Ну, кстати, можно и так сбираться, потому что оно обычно все в лианах. Но, и как видите, я тоже могу вот так вот сбираться. Было бы еще круто, если бы я умел классно прыгать, но, к сожалению, не дано. Чего не дано, того не дано. Так, я там увидел, знаете что? Я тут увидел вот это вот место. Мне прямо оно очень зашло, смотрите. И здесь можно себе замутить жилище. Это было бы очень круто, на самом деле. Мы сейчас попробуем даже его реально замутить. А то у меня здесь будет балкончик такой. И здесь я буду обитать. Так, давайте мы, знаете, что сделаем? Вот это вот всю листву поубираем. Пусть этой листвы не будет. Это будет просто-напросто балкон. А здесь мы с вами сделаем подъем наверх. Так, а что там наверху? Снег? Нет, это не снег. Это я косоглазый. Это на самом деле небо просто было. Я думал, снег. Оно как-то, оно просто при зрении ночного зрения. Короче, когда вы видите в темноте, у вас немножко цвета искажаются. Такие, как вот, например, заката, рассвета. И поэтому немножко непонятно. Так, здесь, кстати, тоже можно будет замутить домик. Во, прям вот здесь вот, кстати. Реально, в слое, просто в слое древесины, в слое вот этих вот листвы, можно себе замутить домик. Потому что это реально будет прикольно. Смотрите. Оба, 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 оба. И здесь реально можно жить и тусоваться. Вот такие вот прелести быть пауком, ребята. Так, что ж, нужно теперь сделать себе комнатушечку здесь. У меня как раз древесины много. Я, кстати, хочу ее из обычной сделать. Пусть у нас будет она. Это, да, все, это обычная древесина. Мне просто нужна обычная древесина, не тропическая. Я не люблю тропическую. У нее цвет ужасный. Так, мы с вами вот получили себе вот такое вот жилище. И здесь у нас будет крыша, на которую у нас тоже будет выход. Так, мы с вами сделаем его вот так. Потому что в 4, как-то вот в такое вот отверстие не очень удобно спускаться. Мы с вами даже вот так вот сделаем, например. И здесь сделаем вот такой вот пол. Вот, отлично. И здесь у нас тоже будет, будет стена. Все. Осталось нам только сделать потолок. Также плюсы пауком быть то, что ты пролазишь в высоту в один блок. То есть шахты ты будешь копать плоский. Не знаю на самом деле, в чем здесь плюс. Но, короче, в чем-то он должен быть в любом случае. Ага, так, у нас тут вот потихонечку все исчезает, что мы с вами строили. Ну, точнее, листва, которая оставалась, она вся поисчезала. Так, и здесь у нас тоже будет вот так. Все, я надеюсь, этот дом выдержит. Выдержит и не развалится. Листва не развалятся, и я не упаду вниз. Так, что мне нужно? Мне нужно еще взять себе древесины. Где же мне взять древесину? Здесь, на самом деле, много деревьев растет вокруг. Но мы с вами сейчас спустимся и соберем ее. Так, 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 так. Ой-ой-ой, больно было. Оп, оп, спустились. Тихонечко, аккуратненько спустились. Но все равно хп потерял достаточно много. Я, кстати, вот там вот видел. Да, вот дубы. Дубы растут, поэтому мне нужно идти к дубам. Потому что дуб это круто. Потому что у дуба самый красивый цвет древесины. Не знаю, как кому, но мне нравится вот именно древесина дуба. Потому что она самая сбалансированная. Раньше в Майнкрафте не было цветных досок, насколько я помню. Они были просто все одного цвета. По-моему, по-моему, да. Это появилась разница только в какой-то версии 1, 2, 5 или что-то такое. Короче, это бородатые времена Майнкрафта еще тогда были. И я их застал. К счастью, застал. Потому что Майнкрафт был гораздо проще. И почему-то он казался интереснее. Может быть, я просто был младший. Поэтому мне он казался интереснее. Так, давайте попробуем с кем-нибудь еще посражаться по пути. О, овцы. Вот овцы мне нужны, чтобы скрафтить кровать. Мне прям интересно, как за паука спать в кровати. Видите, 2. Вот тут где-то еще третья шерсть была. Все, отлично. Должно нам этого хватить, чтобы скрафтить себе кровать. Так, главное не потерять свое дерево. Вон мое дерево, на которое я буду забираться. Надо, кстати, будет еще лианы поубирать потом с этого дерева. Чтобы на него не мог забраться никто, кроме меня. Это, вот это прям шикардосно будет. Так, но это сделать на самом деле очень сложно. Потому что лиан слишком, слишком много лиан здесь. Реально очень много. Так, вот так вот делаем. Опа. Смотрите, а мне пофиг. Я могу забираться. Так. Так. Эй, не успел сломать. Может, это я успею сломать. Да, это успел сломать. Ага. Так, мне нужно теперь подняться еще выше. Еще выше. Это вот куда-то вот сюда. Вот сюда нужно подняться и еще покушать. Так. Покушал, покушал, покушал. Самое главное не забывать кормить себя. Так. Все, мы поднялись на свой этаж. У нас древесины. 6 штучек. Немного, но есть. Это уже хорошо. Мы с вами делаем древесину. Из вот этой древесины мы с вами сделаем сейчас верстак. Мы будем ее тратить на такие всякие не особо нужные вещи. И верстак мы установим куда-нибудь сюда. Пусть здесь верстак стоит. Там же... О, как раз. Все. Он удобно, не занимает места, поэтому я считаю, что он здесь в тему. Давайте попробуем сделать кровать. А-а-а. Она нужна вся одного цвета, да? Ох, елки-палки. Я-то думал, что я сейчас сделаю красивую кровать. А вот меня Майнкрафт обманул. Раньше было тоже без разницы, на самом деле, из какого блока делать. Поэтому никаких тоже особо проблем-то и не было. Так, у нас есть 30 штук. Я предлагаю сделать высоту нашего дома в полтора блока. Потому что, ну, знаете, когда ты играешь за обычного игрока, ты делаешь в 3 блока. Потому что это комфортная высота, чтобы можно было немножечко подпрыгнуть. А здесь я считаю, что нужно делать в полтора блока. Потому что... А-а-а. Мимо. Мимо. Блин, мимо. Так. Забираем. Оп. Все. И делаем в полтора блока. То есть, получается, смотрите, когда ты высотой в 2 блока, ты добавляешь 1 блок. То есть 30%. И когда высотой в 1 блок, ты добавляешь пол блока. Вот, смотрите, шикарно. Комфортная высота для того, чтобы быть пауком. Если бы я был сейчас обычным игроком, мне бы здесь было некомфортно. Ну, что ж, дорогие друзья. Вот так вот мы с вами играем в Minecraft 1.16 за паука. Кому это видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Ну, а с вами был Рисман, паучок. И всем удачи. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok.